Уважаемые зрители, сегодня мы расскажем вам, как становятся пророками. Это, собственно говоря, очень просто. Цель нашего прогноза на будущее – Африка, а точнее – Ангола. В этой передаче мы прогнозируем раньше, чем это произойдет, что ожидает Анголу. Почему Анголы, а не, к примеру, Намибия, Ботсвана, Зимбабве или Танзания? Если внимательно изучить достоверные события прошлого, то из этого можно определить грядущие события. Готовы ли вы на такой небольшой эксперимент? Тогда мы хотели бы начать с самого начала. Основой нашего прогноза на будущее остаются так называемые гуманные войны, которые по всему миру ведут США. Что мы понимаем под гуманными войнами? Это все те войны, которые США провоцируют под эгидой миротворчества. Бросается в глаза, что в центре интересов этих войн всегда стоят диктаторы и их диктаторские системы. Более детальные исследования, однако, вскрыли, что ведение войны во имя продвижения мира во всем мире всегда связано с одними и теми же факторами. Что мы под этим подразумеваем? Мы имеем в виду то, что гуманные войны развязываются только там, где совершенно очевидно имеются обширные нефтяные месторождения, что доказывают следующие документально подтвержденные факты. Если бы речь шла действительно просто о защите уничтожаемых слоев населения, тогда почти во всех странах Ближнего Востока, а именно в Африке, требовалось бы гораздо больше таких действий. Следующий фактор – эти гуманные войны совершенно очевидно ведутся по стратегическому образцу, а именно в восточно-западном направлении от Ближнего Востока до Северной Африки. Давайте обратим внимание на хронологию военных беспорядков и свержений. Здесь легко усмотреть отчетливую стратегическую линию. Началось в 2001 году в Афганистане спадение Кабула. Затем 2003 год свержения Саддама Хусейна в Ираке. Потом пришла очередь стран так называемой Арабской весны. В 2010 году Тунис. Президент Бен Али покидает страну. Затем волнения проходят все чаще. И 4 февраля 2011 года в Египте ушел в отставку президент Мубарак. 18 февраля 2011 года эта волна идет в западном направлении. Беспорядка в Ливере. 22 июня 2011 года свержен Каддафе. 20 октября 2011 года он был убит. Стратегически гуманная война идет на шаг дальше, на юг. И в январе 2011 года начались беспорядки в Судане. Следом в Алжире. Мы наблюдаем стратегически наступающую концентрацию беспорядков на юг. В январе 2014 года пришла очередь Нигерии. Вам знаком стратегический курс? Так же, как и вода в римских колодцах перетекает от ступени к ступени, так и разожженные и управляемые волнения целенаправленно развивались с востока на запад и затем переливались с севера на юг. Теперь мы хотели бы обратить ваше внимание на то, какое отношение все это имеет к Анголе, так как в начале этой небольшой школы пророков мы упомянули, что спрогнозируем будущую судьбу Анголы. И вот как это выглядит. На этой карте вы видите зеленые столбцы, которые показывают процентное соотношение месторождений нефти разных стран. Не вдаваясь в подробности по Афганистану и Ираку, мы сконцентрируем только на африканском континенте. Теперь взгляните на все страны Африки в сравнении со странами так называемой арабской весны. Везде, где вы не видите этих зеленых столбцов, там нет или имеются абсолютно незначительные месторождения нефти. Обратите внимание и на красные столбцы, которые обозначают месторождение газа. С 2010 года в Тунисе, с 2011 года в Алжире, с того же года в Египте и Судане. Новой в списке управляемых беспорядков стало 6 января 2014 года Нигерия. Ну а теперь с этой перспективы посмотрим на остальную часть Африки. Что там еще осталось? Правильно. Немножко южнее Нигерии находятся Габон и Демократическая республика Конго, у которых небольшие залежи нефти. Достаточно ли интересны эти страны для управляемой войны? Что еще предстоит выяснить? Поэтому остается только Ангола. Здесь мы находим последнее большое месторождение нефти. Таким образом, после того, как беспорядки проникли в Нигерию, легко предсказать следующий шаг в Анголу. Даже если ты не пророк, пока не пророк. Так что подождем. Много ли это займет времени, пока и Ангола попадет в заголовки, а ее население будут защищать посредством гуманного военного вмешательства? Как только это произойдет, мы напомним вам эту передачу от 20 июня 2014 года. Если и вы, уважаемые зрители, можете видеть такие же или подобные структуры в политических или военных событиях, расскажите об этом нам, чтобы мы смогли их опубликовать. Пора, чтобы СМИ обманутых народов распознали, кто под гуманным предлогом развязывает здесь войны. Если мировое сообщество откажет в дальнейших услугах, поджигателям войны эти войны прекратятся. Обязательно распространяйте эти новости. Знание этих взаимосвязей может спасти жизнь целым народам. СМИ обманутых народам. СМИ обманутых народам.